В эти минуты в Баку проходит ряд мероприятий, в ходе которых международные наблюдатели и представители мониторинговых центров делятся своими впечатлениями от президентских выборов, состоявшихся сегодня в Азербайджане. На одном из них находится корреспондент CBC Фарида Ашралова. Сейчас она на связи с нашей студией. Фарида, вам слово. Здравствуйте. Мы сейчас находимся в отеле Hilton, где пройдет ряд мероприятий, посвященных прошедшим сегодня в Азербайджане выборам нового главы государства. Рядом со мной сейчас находится руководитель межпарламентской группы Максим Курячий, который нам расскажет о том, как прошли выборы в Азербайджане и какую оценку они могут, как международные наблюдатели, дать выборам. Добрый вечер. На самом деле очень ответственный день, очень непростой и, я бы сказал, даже судьбоносный в жизни каждого азербайджанца. Мы в Украине очень внимательно следили за ходом избирательной кампании, потому что Азербайджан всегда был, есть и будет оставаться нашим одним из главных стратегических партнеров. И Украина как никогда заинтересована в развитии стабильного Азербайджана с процветающей экономикой. Сегодня со своими коллегами, с народными депутатами Украины, с руководством международного отдела нашего парламента, Верховной Рады Украины, мы провели, на самом деле, очень интересный и насыщенный день. Больше 20 избирательных участков мы посетили, побывали как в самом Баку, так и в глубинку заехали. Есть несколько тех вещей, на которые мы особо уделили внимание и которыми были даже в какой-то степени приятно удивлены. Во-первых, поразила высокая активность, политическая активность граждан Азербайджана, их неравнодушие к судьбе страны. К их будущему, к их завтрашнему дню. Это нормально. Поэтому первая отличительная особенность, я могу сегодня с уверенностью констатировать, довольно-таки высокую явку избирателей на избирательные участки. Второе. Ну, безусловно, мы посмотрели, насколько были сформированы участковые избирательные комиссии. Они были представлены как провластными членами участковых избирательных комиссий, так и от оппозиции, так и от независимых политических сил и субъектов политического процесса. Это заслуживает особого внимания и это, безусловно же, плюс. Третье, немаловажное, на что мы обращали внимание, это насколько гарантировано право каждого гражданина Азербайджана прийти свободно, тайно проявить свою волю и изъявление. Я думаю, что государству удалось сегодня обеспечить этой гарантированной конституцией священное право на участие в политической жизни своей страны. И это испытание было сегодня пройдено, ну, считаю, что достойно. Лично для меня произвело такое хорошее впечатление те мероприятия, которые, я думаю, что раньше не были внедрены в Азербайджане. Это и наличие видеокамер на избирательных участках, это, безусловно же, плюс, это прогрессивная вещь, потому что это обеспечивает честность на избирательном участке, а ничего нет лучше, чем честного волеизъявления. Это первое. И второе, это противодействие тем нехорошим технологиям, грязным технологиям по искривлению волеизъявления граждан. Ну, это уже в учебниках написаны все эти гражданые технологии, как карусели, как возможность проголосовать на нескольких участках, то здесь, то там. Безусловно же, это все может искривить подсчет голосов и допустить вот такие вот нарушения. И мне понравилась эта практика, когда на палец наносят определенную жидкость, и в дальнейшем на ультрафиолетовом приборе эта жидкость не позволяет допустить к избирательному участку повторное голосование за того парня, который якобы не пришел. Это, безусловно же, тоже плюс. Для себя лично я подчеркнул такое хорошее прогрессивное мероприятие, как возможность проголосовать для людей с ограниченными физическими возможностями, в частности, с людьми со слабым зрением. И когда даже мы увидели азбуку Брайля на избирательных участках, это говорит о том, что власть отнеслась с большим вниманием и с большим серьезностью к организации избирательного процесса. Поэтому каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на искривление волеизъявления граждан Азербайджана, мы не увидели. Сейчас идет подсчет голосов. Хочу пожелать членам участковых избирательных комиссий полного соблюдения процедуры, и чтобы эта ночь подсчета голосов была настолько же безупречной, как и сам день, когда проходил ход голосования. Максим, скажите, пожалуйста, а какие условия были созданы, соответственно, с самим международным наблюдателем, чтобы вы могли комфортно передвигаться и следить за ходом голосования? Ну, первое, абсолютно техническо-организационное сопутствие и сопровождение в этой связи. Это нормально, это соответствует всем демократическим принципам и стандартам. Нам дали возможность пообщаться со всеми членами участковых избирательных комиссий, с простыми людьми, это очень важно. Притом говорили с глазу на глаз, а не под присмотром каких-то камер или еще что-то. Поэтому все для того, чтобы мы могли сформировать свое объективное мнение, было обеспечено. Это плюс. Большое вам спасибо за подробный ответ. От себя отмечу, что предварительный подсчет голосов будет известен уже сегодня в студии. Спасибо, Фарида.